Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Террамобил на Янаульской 1А. Тишина и спокойствие в зале. Второе собрание по выбору акционерного управляющего компании «Интеграл» в Нефтекамске принципиально отличалось от первого. Апрельский сход многим запомнился припонами со стороны строительной компании и путаницей с избирательными бюллетенями. Была подтасовка документов и бюллетней. Были какие-то нарушения со стороны «Интеграла», потому что бюллетни подписывали. То есть у нас есть доверенности и один из членов доверителя считается интеграловским работникам. Поэтому бюллетни подтасовывали. О необходимости выборов нового арбитражного управляющего дольщики заявили давно. По их мнению, прежний не предпринимал никаких действий для того, чтобы завершить квартиры, за которые дольщики давно расплатились. Следующий управляющий получал только заработную плату, увеличивая ее себе, но при этом ничего не делая. Ссылаясь на то, что его на счет предприятия деньги не поступает, и он, естественно, не старался ниоткуда их изыскать. То есть можно было продавать технику, которая у нас есть, можно было активы, можно было заводы, здания продать, но никто не шевелился. Отметим, что дольщики компании «Интеграл» борются за свои квадратные метры уже несколько лет. За это время они растеряли все эмоции и надежды, и сейчас просто методично идут к цели. Сейчас уже как бы иллюзии по поводу того, что Назмиев достроит нас, ни у кого не осталось этих иллюзий. Мы сейчас просто делаем то, что должны. Все шаги, которые мы сейчас предпринимаем, они как раз таки и приведут. Мы надеемся, и Гострой сейчас идет нам навстречу, и Минстрой России идет навстречу, и при помощи них мы вместе все, ну дай бог, решим эту ситуацию. Это собрание – уже вторая попытка дольщиков выбрать Василия Седова в качестве арбитражного управляющего. Его в свое время рекомендовало Министерство строительства России, поэтому многие люди связывают с ним свои надежды. Надеемся, передаст нас новому приобретателю и новому, получается, застройщику в лице нефтекам, стройзаказчик, и, ну бог даст, мы получим свои квартиры. Собрание по выбору арбитражного управляющего шло в течение нескольких часов. По его результатам, большинство дольщиков проголосовало за Василия Седова. Однако эти данные еще должен будет проверить и подтвердить арбитражный суд. Только после его вердикта дольщики узнают, удалось ли им избрать нового управляющего или нет. Суд состоится уже через несколько дней. Нариса Миронова, Задавлетшин, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова